Сильная жара сохранится в ближайшие дни. Управление МЧС по Ростовской области объявило штормовое предупреждение. Здравствуйте, это новости региона на Дон-24 в студии Аллы Локтионова. Смотрите выпуски. Неприятности остались позади. Сегодня я собираюсь ехать домой, радоваться жизни. В детском хирургическом центре Ростова провели еще одну операцию при помощи робота. Почти 8 километров труп на глубине больше 20 метров. Объект уникальный по своим масштабам. В Донской столице завершили строительство крупного канализационного коллектора. По стопам праведного старца Павла. Выйдя из кельи, я ощутила абсолютный отдых. Паломнический маршрут открыли в Таганроге. Для тех, кто никуда не спешит. Главное в этом деле – осторожность и любовь к своей работе. Секреты работы с глиной на фестивале «Керамофест». Пернатое дерби. Скажу, что нам просто опыта пока не хватает. Песченокопская чайка сразилась в первой лиге с саратовским соколом. Штормовое предупреждение объявило Донское МЧС. Связано оно с сильной жарой. По прогнозам синоптиков, почти всю неделю во второй половине дня ожидается температура воздуха до плюс 42 градусов. Спасатели рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором. Уже вторую операцию с роботом «Довинчи» провели в детском хирургическом центре в Ростове. В новом медучреждении для работы с маленькими пациентами используют самое современное оборудование. Мои коллеги увидели сами, в чем же преимущество технодоктора. Алмазная мозаика собрана. Сегодня Вера собирается домой. Набор для творчества подарила психолог детского хирургического центра на день рождения. Это была 14-я весна, когда случайно узнали о болезни. Попали в больницу у себя в педиатрическое отделение с подозрением на пневмонию. Сделали снимок, а там выявили опухоль. И потом попали сюда, нас перевезли на санавиацию и попали сюда. В центре Веру обследовали, опухоль удалили, провели курсы химиотерапии. Месяц, проведенный здесь, пролетел быстро. Комфортная палата, рядом мама, на этаже игровая комната. Теперь с хорошим настроением и планами на будущее. Вера собирается домой. Я не понимала, что происходит, я боялась. Большой перелом момент, когда подстриглась на лосы. Меня еле успокоили. Сегодня я собираюсь ехать домой, радоваться жизни. Высокотехнологичную медицинскую помощь здесь оказывают в каждом отделении. Например, выполнили вторую операцию с участием робота «Довинчи». Четырехрукий ассистент участвовал в операции по устранению аномалий развития мочевыводящих путей, без которой почка ребенка со временем перестала бы работать. Клиник детских нет таких нигде в стране. Он просто является реализатором воли и желания хирурга. Его задача – максимально облегчить работу хирурга, сделать ее более точной, сделать ее комфортной для хирурга. Малоинвазивные технологии энергозатратные. Поэтому во время операций, которые длятся по несколько часов, умная машина помогает избежать усталости. А 3D-изображение добиться точнейшего сопоставления тканей, что ускорит реабилитацию. С большим удовольствием демонстрирует оснащение и в офтальмологическом центре. Он определяет поля зрения, связанные с головным мозгом. Вот этот аппарат, он фотографирует всю сетчатку, и можно смотреть на экране, увеличивая до мельчайших подробностей. Современное оснащение позволяет провести стопроцентную диагностику глаз и оказать помощь даже самым маленьким пациентам. В числе хирургических диагнозов – новообразование, косоглазие, врожденные катаракта и глаукома. В планах – операции малышам, которые родились раньше срока. Это ретинопатия недоношенных. Очень сложное заболевание. Мы будем лечить и это. Мы занимаемся лазерным лечением, но мы хотим еще сделать хирургическое лечение. И такие масштабные планы по развитию и в других отделениях хирургического центра. Готовится к открытию центр пересадки костного мозга. У нас работают онкоотделения. Мы сегодня можем лечить детей и с онкологической патологией. Раньше мы брали только онкогематологию. Сегодня это и онкология. Проводить химиотерапию в рамках центра. И с нового года мы будем делать пересадку костного мозга. Переедет и детская кардиохирургия. Все это позволит создать замкнутый цикл оказания помощи ребенку. Инна Панфилова, Алексей Покатило, Роман Беркалиев. Ростов-на-Дону. Продолжим выпуск. В Ростовской области планируют усовершенствовать систему обращения с отходами. Советник губернатора Виктория Абрамченко провела круглый стол с представителями власти, а также региональными операторами. Анастасия Изюменко узнала, что, по мнению участников, поможет решить мусорный вопрос. Сегодня было чисто, но вчера нет. Люди жаловались на то, что мусор лежит вокруг контейнерных площадок. Для людей важно, чтобы мусор вылезли здесь и сейчас, чтобы он не валялся в городе. Причины также пути решения мусорной проблемы в Ростовской области обсудили за круглым столом. Задача министрам, а также ведомствам и региональным операторам вынести свои заключения по устранению этого вопроса. Одна из насущных тем – заработная плата обслуживающего персонала. Тут надо думать или о повышении средней отраслевой заработной платы, тарифной сетки по данным зарплатам, либо смотреть какие-то льготы предоставлять и с подключением, но учитывая, что они очень плотно работают и со службами нашими, занятости, вот проблематика такая существует. Поэтому будем думать здесь, помимо того, что я озвучил, еще какие-то предложения придумаем, скажем. Еще одна тема – периодичность вывоза мусора из отдаленных мест с плохой дорогой. Здесь как предложение отремонтировать определенные маршруты. Для регоператоров сложность заключается и в логистике по платным участкам. Здесь решением видят освобождение машин от уплаты проезда. Из другого же стола звучат проблемы, связанные с недостатком контейнерных площадок, а также зона обслуживания, которую разделяет регоператор и муниципалитет. Первое решение – это внести в федеральный 89-й закон изменения. В части изменения типового договора с региональным оператором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в части включения в них возможности вывоза как ТКО, так и не ТКО, с параллельным расчетом компенсации понесенных затрат по этим услугам. Такое обсуждение о точечных решениях комплексной системе займет не один день. Главные выводы – задачи по их устранению. Ведомство направят советнику губернатора уже на этой неделе. Безусловно, первое, с чем нужно работать – это компетенция региональных операторов, их качественная работа по вывозу мусора. Если контейнеров недостаточно, люди будут вынуждены поставить пакет с мусором на землю. Вот такого не должно быть. Второй блок – это, конечно, инфраструктура. Не будет инфраструктуры, мусор будет на свалке. Лучшие предложения Виктория Абрамченко вынесет уже на рассмотрение на федеральном уровне. Анастасия Изюминга, Владимир Галуцкий, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Постепенно решается и вопрос сточных вод. В Донской столице достроили канализационный коллектор номер 62. Осталось принять работы и запустить его. А вот возведение части 68-го коллектора еще в процессе. Валентин Матвиенко узнал подробности. Около 8 километров трубопровода на глубине почти 22 метра. И все это без повреждений дорог и домов в исторической части Ростова. Коммуникации прокладывали закрытым способом микротоннелирования. Сеть проходит через несколько районов южной столицы, зеленый остров, подну реки Дон и выходит на левом берегу. Новый коллектор номер 62 обеспечит стабильной канализацией сотни тысяч ростовчан. Объект уникальный по своим масштабам, по капиталовложениям. Мы говорим о стоимости свыше 8 миллиардов рублей. Протяженность коллектора более чем 8,5 километров. Он позволит нам убить двух зайцев, не побоюсь этого слова. Обеспечит перспективные застройки необходимой мощностью. А также мы уходим от изношенных объектов водоотведения. Работу усложняли грунтовые воды в районе Левобережной. Но почти двухметровые стены насосной станции выдержат все. Вся система канализационной насосной станции автоматизирована. Нажатием одной кнопки можно запустить или остановить ее. Данная станция позволит перекачивать до 120 тысяч метров кубических в сутки. Глубина данной станции 11 метров. В станции расположены 8 насосов, в которых из них 6 будут работать в постоянном режиме. И 2 насоса резервные. Наличие коллектора позволит обеспечить всю эту стройку. И жилье, и офисное здание, деловую часть, и объекты культуры, к сожалению, без канализации обойтись невозможно. Поэтому, как только он появляется, появляется развитие всей этой территории. Коллектор работает в самотичном режиме от территории бывшего аэропорта до канализационной станции на левом берегу. Далее насосы поднимают сточные воды на нужный уровень. И дальше они поступают в очистные сооружения. Подрядчик дает гарантию в 50 лет. Но при должном уходе система проработает гораздо дольше. В августе объект будет введен в эксплуатацию, а после чего будет передан в эксплуатирующую организацию. К декабрю достроят и дублер части 68-го коллектора. Этот коллектор дает достаточно серьезный задел по мощности. И этот коллектор предусматривает перехват стоков по устранению аварийной ситуации на 68-м коллекторе. Длина строящейся канализационной сети более трех километров. Она принимает сточные воды из Октябрьского, Ленинского и Железнодорожного районов. Несколько лет назад из-за техногенной аварии часть коллектора 68 была разрушена. Теперь же этот участок канализации снова заработает на полную мощность. Валентин Матвиенко, Роман Беркалиев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Донские аграрии пытаются минимизировать потери из-за жаркого и сухого лета. Вдобавок о себе напоминают и последствия майских заморозков. Мои коллеги узнали, как помогают тем, кто зависит от погоды. От былой красы золотых полей в этом году ничего не осталось. Из-за капризов природы в северных и восточных районах Донского края урожайность снизилась в два раза. Аграрии признаются, такого не припоминают. Мы находимся сейчас в Красносулинском районе. Если брать выше, Тарасовский, Чертковский, Милютинский, Татацинский, часть Белоколитвинского района. Здесь они, конечно, природно-климатические условия сыграли свою отрицательную роль. Что это? Ну, первое, это то, что заморозки возвратные дважды были и до минус 8, до минус 9. Поле озимой пшеницы она дает 11 центнеров. А там густота хорошая, но растения не раскустились и, конечно же, нет урожая. А еще длительная засуха продолжает губить Донские поля. Некоторые районы живительной влаги ждут с марта. Также неурожай коснулся подсолнечника, гороха и кукурузы. На круглом столе донские парламентарии обсудили, как поддержать сельскохозяйственных производителей, пострадавших от погодных условий. Говорили о регулировании цен на зерно, пролонгировании кредитов и компенсационных выплатах. Рассказали о досрочном страховании урожайности хозяйства. Имеют право на скидку 25%, а крайний срок страхования 14 дней после окончания села. Например, заканчиваете вы 1 октября, то есть до 14 октября у вас должен быть заключен поле скидку о страховании. Лучшие предложения войдут в проект обращения Донского парламента в федеральные органы власти. Татьяна Синицына, Сергей Алфеев, Дон-24, Красносулинский район. Вы смотрите новости на Дон-24. И вот о чем еще расскажем далее. По стопам праведного старца Павла. Выйдя из келья, я ощутила абсолютный отдых. Паломнический маршрут открыли в Таганроге. Для тех, кто никуда не спешит. Главное в этом деле – осторожность и любовь к своей работе. Секреты работы с глиной на фестивале Керамофест. Пернатое дерби. Скажу, что нам просто опыта пока не хватает. Песченокопская чайка сразилась в первой лиге с саратовским соколом. 20 тысяч представителей власти из новых регионов повысят квалификацию в Ростове. Второй образовательный модуль стартовал в донском филиале «Ранхикс». За три дня здесь пройдут обучение 200 депутатов и сотрудников аппаратов Народных советов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской областной думы и Законодательного собрания Запорожской области. Поприветствовал участников первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. Качество и своевременность принятия управленческих решений является базовым критерием интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в правовую и социально-экономическую системы нашей страны. Отдельно хотел бы поблагодарить законодательное собрание Ростовской области в год своего 30-летия за возможность поделиться опытом организации регионального законодательного процесса с коллегами. Буквально за несколько занятий донские парламентарии поделятся своим опытом, который нарабатывали 30 лет. Представителям власти Донбасса и Новороссии расскажут, как выстраивать отношения с федеральными исполнительными органами, а также подготавливать законопроекты и инициативы. Лекторами будут выступать наши депутаты, руководители аппарата законодательного собрания, те люди, которые делают своими руками законы, нормативные решения, разруливают сложные правовые и жизненные коллизии наших избирателей и не только наших избирателей. Уникальность этой программы заключается в том, что она сугубо практикоориентирована. Наша академия готовила ее совместно с законодательным собранием Ростовской области. И основная цель этой программы – это передача лучшего опыта в организации деятельности региональных парламентов на примере нашего Донского региона. В прошлом году такое обучение на базе института прошли около 4 тысяч человек. Задача на этот год – обучить почти в 4 раза больше государственных и муниципальных служащих, работников органов госвласти и местного самоуправления из новых регионов. Есть обучение, которое должен пройти каждый, так как эти знания выручат в критической ситуации. Например, правила поведения при пожаре. Оксайские добровольцы помогают не только в борьбе со стихией, но и занимаются просвещением детей. Валентин Матвиенко узнал, как рассказать об огне играючи. Огонь детям не игрушка. Оксайские мальчишки и девчонки знают это с раннего детства. О правилах безопасности им рассказывают добровольцы пожарного общества. В этом году ВДПО отмечает 132-й день рождения. Проводим праздник с детьми. Он себя включает и пожарную эстафету. Будет интересный конкурс, и викторины. Хочется деток приучить и показать им правила пожарной безопасности, и как пользоваться первичностью пожарной безопасности. Может быть, кто-нибудь из этих детей потом станет пожарным. Пожарные добровольцы проводят не только профилактические мероприятия, но и сами тушат пожары. У всех есть работа, семья, но они находят время, чтобы помочь пожарным. Самым активным на празднике вручили награды. Это, во-первых, помощь людям, природе, наверное, во-первых. Мы тушим ландшафтные пожары, идем с ранцевыми огнетушителями, с хлопушами, туда, куда не проезжает пожарная машина. В общем, помогаем пожарным. Мы их всех обучаем, показываем, инструктируем. Для того, чтобы, когда вдруг возникнет ситуация червячайная, у нас была возможность для маневра, чтобы мы всегда могли привлечь большее количество сил и средств на реагирование на червячайные ситуации. Волонтеры, естественно, нам в этом показывают большую помощь. На празднике для добровольцев донские МЧСники показали всю мощь спасательной службы. Ребята могли посидеть в пожарной машине и на мотоцикле. Сделать искусственный массаж сердца манекену и примерить форму. А еще дети поучаствовали в забеге 112 и получили за это мороженое от спасателей. Кульминацией стал фонтан из пожарного рукава в самом центре парка. Валентин Матвиенко, Светлана Мартиросьян, Дон-24, Оксайский район. К нему шли за мудростью послушники, а простые люди – за исцелением. А теперь к мощам старца Павла приезжают паломники. Для них открыли специальный маршрут в Таганроге. Татьяна Синицына прошла по святым местам. К мощам старца Павла в Никольский храм спешат за молитвенной помощью не только прихожане, но и сотни гостей. Люди хотят прославить старца Павла. Это чудеса от самых простых, это бытовые, когда просят купить или что-то продать, там свою квартиру. И, конечно же, исцеление. Привозят очень много больных детей. Приезжают сами люди, просят его заступничества и получают, конечно, просимое. Выйдя из кельи, я ощутила абсолютный отдых, абсолютную радость и какое-то вдохновение. И причем, что интересно, я об этом даже не просила. Старец Павел сам узнал обо всем. Церковь является важной вехой и в истории города. Это первый адмиралтейский храм на юге России. Когда Екатерина здесь начинает возжидать Петровскую крепость, то храм был заложен для военно-морской Азовской флотилии, которая потом стала Черноморским флотом. А голос храма – точная копия туманного колокола, который находится в Севастополе на мысе Херсонес. Такой символ победы русского оружия над турецким. Колокол был отлит специально для храма. В 1778 году отливали его из трофейных турецких орудий, которые здесь на территории крепости хранились. Можно ударить? Конечно, можно. А сколько это весит? Сам колокол, само тело колокола 2,5 тонны, а язычок 250 килограмм. Еще на территории есть музей истории и культуры Приазовья. Это не единственное благодатное место, связанное с житием святого. В Таганроге открыли паломнический маршрут по стопам праведного старца Павла Таганрогского. После нас встречают в храме всех святых. Здесь находится уникальный мозаичный иконостас. Сделанный в Италии итальянскими мастерами, мозаичниками. Такой же иконостас находился до разрешения в храме Христа Спасителя в Москве. Больше их не существует. Там же трижды возрожденная часовня на месте захоронения Павла Старца и членов его общины. Это точная копия того же саркофага, который был установлен еще в 1914 году. Дальше подворье. Территория вымощена камнем, как и в 19 веке. Имеется и погребок, сохранивший подлинный облик. А в трапезной паломники могут отведать блюда по старинным рецептам. Святой здесь прожил последние 20 лет. Келья, в которой жил и молился старец Павел. Лавка, на которой он принимал людей. Это последняя остановка в паломническом туре. Здесь побывала и наша съемочная группа. Татьяна Синицына, Святослав Шашков. Дон 24. Таганрук. Отдохнуть душой можно и занимаясь неспешным методичным трудом. Для любителей ремесел в Ростове прошел инклюзивный фестиваль «Керамофест». Чем заняться тем, кто не любит спешки, расскажет Кристина Беззаботная. Когда-то давно Наталье и сказали, если глина тебя полюбит, то ты ее из рук не выпустишь. И действительно, со временем мастер сумела договориться с материалом. Я ученикам своим люблю говорить, когда работаешь с глиной, с ней нужно с уважением. Ее нужно почувствовать, с ней нужно подружиться, с ней нужно руками поговорить. И она подсказывает, что делать. Помимо глины, на «Керамофесте» можно много с чем подружиться. Здесь и дизайнерские, и кулинарные мастер-классы, и юмористические шоу, и интересные лекции. Но в первую очередь гончарное мастерство. Когда работаешь за станком, руки обязательно должны быть влажными, чтобы избежать случайных травм. А лепить заветные изделия нужно, надавливая на его стенки. Главное в этом деле – осторожность и любовь к своей работе. Свои творения можно забрать как частичку атмосферы праздника. А кому-то они еще долго будут навевать воспоминания своим ароматом. Шеф-флорист будет показывать, как должна составляться композиция. Расскажет тонкости и секреты флористики. И каждый участник сможет собрать свою индивидуальную композицию. Есть и полезные мастер-классы. От «Красного креста» оказание первой помощи. А от волонтеров – изучение русского дактильного алфавита. И письма с помощью системы Брайля. Я, честно говоря, всегда, когда прихожу на фестиваль, я испытываю такое чувство радости того, что я пришла не просто в гости, я пришла домой. Потому что меня окружают любимые волонтеры, которые нам помогают, участники, партнеры, общественные организации. Мы ждем гостей, где просто, но в то же время бережно, где без боязни ошибиться, можно найти себе друзей, и что-то смастерить такое уникальное, авторское. По словам организаторов, раньше «Керамофест» был обычной ремесленной ярмаркой, а теперь крупный фестиваль. В планах выйти на всероссийский уровень, например, с фестивалем особенных кулинаров или бариста. Кристина Беззаботная, Алексей Покатило, Дон-24, Ростов-на-Дону. Ну а вот остаться спокойным на футболе точно не получится. Накануне «Песченокопская чайка» сыграла свой первый матч в первой лиге спустя несколько сезонов. Чем закончилась встреча с «Саратовским соколом», расскажет Виктор Леонтьев. Возвращение в лучшую лигу мира болельщики ждали несколько сезонов. Но чтобы вспомнить скорости чемпионата, хозяевам поля понадобилось около 15 минут. Зато после подопечные Дмитрия Пятибратова начали показывать свой фирменный, агрессивный футбол. Муслим Бомадгиреев за минуту создал два опасных момента. На 27-й первый супершанс возник у Хухлачева, но новый капитан «Чайки» не сумел один на один переиграть Петра Косаревского. Под занавес тайма Кожедуб забросил на линию Вратарской, но 35-й номер гостей выиграл и эту дуэль. На перерыв команды ушли при нулевом равенстве на табло. Обычно в таких случаях, когда, имея столько моментов, не забивает команда, говорят, не хватает мастерства. Но я думаю, с мастерством у нас нормально все. Может быть, все-таки желание быстрее забить мяч, где-то эмоции. Нам не хватило спокойствия, но я это скажу, что нам просто опыта пока не хватает. Феерия продолжилась и во вторые 45 минут. На 50-й опасный момент был у Хухлачева, но мяч покатился мимо. Гости, играя от обороны почти час, решились выйти из-за пределов штрафной. И повезло им больше, чем хозяевам. Карпицкий издалека результативно проверил Михаила Штепу. Поверив в свои силы, гости оказались практически полным составом на половине поля чайки. Лишь один игрок оставался для страховки. Но, как оказалось, страховать нужно было и его тоже. Никита Копленко в простом эпизоде отдал слабый пас, за что его наказал Станислав Библик. Нападающего остановили только ценой красной карточки. Получив это удаление, ясно, что попали под давление игроков чайки. Хороших, индивидуально сильных, много передач штрафной, много ударов, хорошее давление было. И без того активные фланги с появлением численного преимущества начали играть еще агрессивней. Долго сдерживать такой натиск гости не смогли. Под занавес мог решать капитан Хохлачев, но стена в виде игроков обороны и кипера не позволили вырвать первую победу. Как итог, результативная ничья 1-1. А следующий матч Чайка сыграет против хорошо знакомого новороссийского черноморца. Виктор Леонтьев, Святослав Шашков, Дон-24, Песчанокопский район. На этом наш выпуск завершен. Больше новостей на сайте Дон-24.тв и в наших социальных сетях. В студии была Алла Локтенова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин